В редакцию нашего телеканала обратился житель центрального района Твери. В подъезде его дома из-за сломанной водосточной трубы разрушается стена, а также наружный козырек дома. В проблеме разбиралась Наталья Чекет. Дом по адресу Тверской проспект 9. Это здание с историей. Когда-то в 1939-1941 годах в нем жил советский писатель и общественный деятель, герой социалистического труда Борис Полевой. Если с внешней стороны дом выглядит хорошо, то за его фасадом дела обстоят совсем иначе. Внутри он весь такой ветхий, но не настолько, что буквально началось полтора года назад. Прошлой зимой здесь висел почтовый ящик большой. Мы-то обратили внимание, что ящик отвалился от чего-то. Посмотрев наверху, видим там труба и течет сверху вода. Оцаревает стена и все валится. А все из-за трубы водостока, которая разошлась. И теперь вся вода с крыши течет на карниз, а дальше по стене. Как рассказывает Юрий Ниёлов, состояние стены пятого подъезда летом прошлого года было удовлетворительно. Но сейчас ситуация выглядит угрожающе. Кирпичи просто отваливаются без особых усилий. Вот здесь же все шевелит. А что что-то не ломать? Тут штукатуркой ты не обойдешься. Я даже вообще... И чем больше, тем хуже. Если снаружи из-за снега и воды разрушается кирпичная стена, то внутри подъезда крошится штукатурка. Юрий Васильевич неоднократно обращался во всевозможные инстанции. Однако получал только отписки. Стена. Абсолютная стена. Десяток организаций. Там сотни людей работающих. И нежелание ничего делать. Преступная бездеятельность управляющей компании. Стеной стоящие чиновники не в состоянии прорегировать на это. За разъяснением сложившейся ситуации мы обратились в управляющую компанию, которая занимается обслуживанием дома. Причина разрушения данного участка между пятым и шестым подъездом не только в нарушении целостности водостока, а также в непригодном состоянии, ну как сказать, в аварийном состоянии кровли. Замена водостока запланирована на май месяц. Также на май-июнь месяц запланированы ремонтные работы по текущему ремонту участков фасада. Как рассказала директор управляющей компании, дом является объектом культурного наследия. И в нем ни разу не проводили капитальный ремонт. Кровля, фасад и коммуникации в аварийном состоянии. Дом включен в план капремонта на 2022 год. Он был включен еще в предыдущие периоды. Но поскольку дом является объектом культурного наследия, соответственно требует необходимых разрешений и документов от подрядной организации, то, к сожалению, ни один подрядчик на торги не вышел. То есть торги были признаны несостоявшимся. Сейчас жителям дома номер 9 на Тверском проспекте остается ждать, когда какая-нибудь подрядная организация все же решит провести у них капитальный ремонт. А мы продолжим следить за развитием этой ситуации.